Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбук. 6 августа продолжается вот такая групповая дегустация томатов. Я уже объясняла, по одному сорту мне теперь описывать некогда, прям все. У меня на столе вот эти главные герои меняются один за другим. Только что я описывала ладошку, описывала номер 404, вот этот американец полосатый Гарвард Скверк. Потом нижегородского кудяблика, вот этого вот яркого томата со странным названием описывала. Описывала дрова, которые как рубленые. Сейчас буду описывать 386 номер, синий том. Тоже новинка, тоже по-моему американский. Что мне нравится вот в таких групповых дегустациях, это вот уровень красоты, разнообразие этих томатов просто зашкаливает. Я начинаю, когда дегустировать, уже иногда и вкус сливается, но дело в том, что у меня уже дело не во вкусе. Просто любуюсь вот этими вот томатами. Один зеленый, другой желтый, этот красный, этот вообще какой-то синий. Но сейчас главный герой у нас будет синий том. Вот смотрите, я специально повернула жопками. И при таком положении томат кажется вообще полностью не то, что там синий, а черный. Видите, черный цвет. Особенно вот эти томаты с антоцианом, они же всегда про них пишут, что чем больше солнца получают они, тем больше у них темнее вот эти антоциановые плечики. Я вот про гаргамель недавно показывала, что эти антоциановые плечики опустились до самой макушки, и они получились прям черные, чисто черные томаты. И сначала, когда они висят еще зеленые, они выглядят очень страшно. Ну представьте, вот так вот все черные, повернешь, а здесь темно-зеленые. Но потом при созревании начинает проявляться вот эта вот красная, ну томатная красная срединка. И тут даже видно, вот смотрите, как он висел вот так на солнце. С этой стороны он черный, а с этой стороны, где солнышко не попадало, он более красный. Конечно, на разрезе они очень красивые. Они такие, видите, какая у них срединка. Очень красивый разрез, красный, с малиновыми разводами. Я сейчас попробую, но я уже заранее знаю, потому что у меня были такие, были и есть такие томаты. У меня есть голубая звезда, голубая старица, голубика. Они все устроены по такой же схеме. У них верх черный, темно-фиолетовый, а низ у них и мякоть красная. Вот я разрезала другой томат, этот же. Сейчас попробую, видите какой. Мякоть очень много, но они сочные. Я сейчас разрезала, с них аж бежит. Некоторые разрезаешь, и сока мало. То есть большое, повышенное содержание сухих веществ. Такие лучше для хранения. Ну, конечно, прекрасный. Сладкая мякоть, вкусная. Знаете, приходит слово такое, деликатесный вкус. Именно деликатесный вкус. Не просто посолить солью, с хлебом поесть, как закуску. Оно сладится, вот как фруктовой нарезкой, что ли. Вот так можно сказать. Сейчас я его, конечно, съем. Предварительно семена уберу по просьбе зрителей, которые просят не есть семена редких коллекционных томатов. Ну вот, познакомились еще с одним сортом 386, синий том. Сегодня я вам рассказала про всякие разные. И вот синий, синий том, желтый куля, этот кудяблик, зеленый полосатый, дрова. У меня остался минусинский гигант. Оставила его напоследок, потому что этот сорт уникальный. И вот Лариса Козлова, которая мне прислала семена из города Тулы, она про него написала. Когда писала описание этих сортов, подождите, муху гоню, она написала, что это у нее один из любимейших сортов. Конечно, это великан, конечно, это гигант. Сейчас будем про него рассказывать. Извиняюсь, забыла рассказать про характеристики синего тома. Высокорослый, метр восемьдесят, до двух метров может вырасти. У меня вырос на улице, вырос, короче, с меня ростом где-то метр семьдесят, но еще не конец лета, только что начало августа. Плоды двести грамм примерно, плоды некрупные, двести, сто пятьдесят, такие, как середнячок. Вот по сравнению с минусинским гигантом, конечно, он мелкий, а по сравнению с кудябликом он крупный. Вот такой занимает средний сегмент среди томатов. В выращивании ничего особенного я не увидела никаких сложностей. Как обычно, подвязка к колу, формирование в виде посынкования, вела в два ствола. Все удался, очень хороший, очень вкусный. И много-много-много вот этих томатов. Я когда вам показывала в видеообзорах лотки, как стоят, которые, и вот часто мимо синего тома проезжала камера, и вы видели, что синих томов было очень много. Продолжение следует...